МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И вот то, что он, скажем, умер, он фактически умер в день смерти отца моего. То есть медицинские, там, перестало сердце биться, там, по-моему, 27-го числа. Вот. А увезли его после, вот в этот день, когда, это в день памяти отца. Он был у него дома, был на кладбище в этот день. Последние минуты обратным отчетом пошли с этого времени. Они начались 25 июля 80-го года. Актер умер в день памяти своего лучшего друга, Владимира Высоцкого, общением с которым дорожил больше всего на свете. Этого человека звали Севолод Абдулов. Сева Абдулов родился в семье народного артиста РСФСР Осипа Наумовича Абдулова и Елизаветы Моисеевны Метельской. С раннего детства мальчик был окружен атмосферой искусства. Когда каждый из вас станет взрослым человеком, он поймет, что знания, знания важнее всего на свете. Тогда он оглянется на пройденный путь и скажет «Всем этим я обязан школе, которую я посещал в детстве. Всем этим я обязан моим дорогим наставникам... Которые научили меня трудиться». Атмосфера царила творческая. Севолод Абдул, гождаются образы новых героев, которые играл отец. Знаменитая фраза Осипа Абдулова из фильма «Свадьба» была придумана им самим. После окончания школы Сева был твердо уверен, кем он станет. Только артистом. И пошел он в эту профессию не за лаврами и признанием, а для того, чтобы получать удовольствие от лицедейства. Выбора, видимо, не было. Надо было становиться актером, потому что вокруг так жили взрослые люди. Так жил дед, который был действительно знаменитейшим артистом в СССР. Так жила бабушка, которая перестала быть актрисой, только потому что вышла замуж за Осипа Абдулова и решила, что двух актеров в одной семье много. И что, поскольку он действительно такой настоящий большой артист, то она ушла из театра и просто стала заниматься воспитанием сына и обслуживанием дома, гостей многочисленных. В общем, пожертвовала карьерой. Но все равно у отца выхода не было никакого, я считаю. Он просто с детства находился в этой атмосфере. Это был театр. Если кто-то уходил работать, это были репетиции, радио, театр. Осип Абдулов много работал на радио и очень символично, что его сын тоже больше работал за кадром и запомнился прежде всего по голосу, которому он озвучивал сказочных персонажей, радиопостановок и грампластинок. Он был востребованный, он очень много работал на радио, очень много работал на мелодии. В общем, он был репертуарный артист. И Сева очень много работал, записывался у всех этих радиостанций «Юность», «Пионерские зорьки». Это можно сейчас хихикать на эту тему, но это была работа, о которой мечтали актеры. И это была очень трудная работа. Эта работа требовала ушей музыкальных. Он очень музыкальный человек, Сева. Мы как-то сели в машину, и отец, значит, включает радио. И Сева, значит, ну, Севин голос. А мы с Севой ехали. Значит, и он там говорит, что, значит, там в эфире, там, ну, там, допустим, там полевая почта юности, там, тетя Маша написала нам письмо. Отец ему говорит, соткнись, выключает. Он говорит, подожди, подожди, подожди. А не давай так, значит, друг у друга этот приемник рвать. Осипа Наумьевича не стало, когда ему было всего 52 года. Севолод Абдулов часто говорил, что проживет столько же. Приняв твердое решение быть артистом, Сева Абдулов пошел поступать в школу-студию МХАТ. Там и произошла встреча юного абитуриента и студента-старшекурсника. Это был единственный, наверное, вот, друг у отца моего. И думаю, что и у Сева тоже был единственный такой друг, который вот фактически, вот, ну, почти с детства, потому что вот Сева был очень молодым человеком, когда они познакомились. Да и отец тоже там, у них разница была, там, по-моему, 3 года. Ну вот. И они остались до конца. Больше того, когда отца не стало, Сева с ним остался. Со студенческой скамьи Сева Абдулов и Володя Высоцкий стали неразлучны. Эта дружба прошла через всю жизнь обоих. И даже когда не стало одного, второй всегда оставался верен этой дружбе. Они были настолько связаны, да, то есть назвать его братом младшим, я не знаю, как сказать. Вот. Но они были, это была не просто дружба. Друзей у отца хватало. Они в разные периоды приходили, некоторые уходили, с кем-то он ссорился. Он, кстати, с очень многими людьми вот того первого периода, вот, начала, что ли, своего, он с очень, почти со всеми просто порвал. Вот. А Сева остался. И остался до последнего дня, и они были вместе. Они всегда выручали друг друга в сложных ситуациях. А однажды Высоцкий, можно сказать, вытащил Абдулова с того света. Осенью 1977 года Всеволод Абдулов возвращался на своей машине из Баку со съемок. Под городом Ефремовым взорвалось переднее колесо. Машина перевернулась шесть раз. Актер попал в больницу, и 21 день он не приходил в сознание. Да, действительно, у него была авария, причем авария, у него была травма головы. И тут еще эта роль была как бы важна, что он боялся, ну, как многие, знаете, люди, которые вот, сильные люди, которые вдруг вот чувствуют свою беспомощность, да. И он волновался, сможет он, не сможет. Он боялся, что он будет забывать текст, роль. Вот, и для него эта роль была важна, как бы, ну, по-моему, и сыграл очень, по-моему, очень достойно. И фильм хороший, и Сева там абсолютно на месте, очень все правильно там делает. Когда Володе сказали, что Сева в больнице в сижевом состоянии, он был за границей, тогда он бросил все, он примчался, он из Тулы, из Москвы доехал до этой тульской больницы, просто там, не останавливаясь, примчал. Вот, и первый раз хотя бы его увидел, и все. И потом как-то родилась идея, что надо как-то его, ну, как-то опять приводить в норму. Ну, как его приводить в норму? Надо было как-то, может быть, начать договариваться о работе. Надеялись на вот этот условный рефлекс, который выработался. Что работа – это серьезно, значит, надо, надо собраться, надо как-то. И все-таки ему привезли этот сценарий. И, в общем-то, предложили на выбор роли. Там, как вы помните, персонажей огромное количество, и очень интересные есть персонажи. И для актера это, ну, просто редкая удача сыграть такие роли. И у него была эта возможность. Он выбрал, конечно, очень маленькую роль, но ее помнят буквально все. Когда вспоминают, спрашивают, вот, все от Абдулов. А, это тот, который играл Петюню вместо встречи. Маленькая, но такая хорошая, заметная роль. Ну, вот, и он, значит, вошел, пока на свету в комнате, не осмотрелся. Я ему говорю, предъявите ваши документы. Он так все оглянулся, гад, засмеялся. И полез во внутренний карман пальто. И вдруг так, пац, прямо. И, главное, быстро все произошло. Ну, выстрел тихий. Я даже не понял ничего. Он как звездонет меня пистолетом в лицо. Сознание из меня вон, а он упал. Я бесчувственно, а он убежал. Работа вернула Всеволода к жизни. И хотя многое ему давалось с большим трудом, Володя всегда был рядом и помогал другу. Подсказывал реплики и мизансцены. Также и Сева всегда старался поддержать друга, иногда даже ценой их совместной дружбы. А Высоцкий посвящал своему товарищу стихи. В конце жизни я видел, что между ними очень сильное напряжение. Вот, скажем, я обратил внимание, я был в мае 80-го года. Ну, тоже, ну, просто дома мы столкнулись у отца на грузинской с Севой. И я просто видел, что отец почти игнорирует его. И я... А Сева, тем не менее, он не отходил. Он понимал, что он не мог отойти. А все было просто. Потом я уже, когда отца не стал, я с ним об этом говорил. Он был одним из немногих, кто пытался сопротивляться тому, что с отцом происходило. И сопротивляться не на словах, не на уровне там увещевания. А просто он готов был сидеть и держать его руками. Когда Владимира Высоцкого не стало, Абдулов долго не мог найти себе места. Всю жизнь Сева хранил в сейфе одну маленькую записочку от своего друга. Ты самый близкий мне человек. Я не предполагал, что друг может быть так необходим. После вот его смерти, я просто это увидел, он не мог эту дружбу закончить. Он не мог не то что там смириться, а он был верен этой дружбе. Всеволоду Осиповичу часто предлагали написать книгу о Владимире Высоцком. Но он всегда отказывался. Однажды сел за стол, вывел на листе бумаги пару слов и бросил. Многие уговаривали его, мол, ты единственный, кто может рассказать о Высоцком всю правду. А Сева отнекивался, говорил, что если начнет писать правду, то многих это заденет. И Сева остался один со всем этим огромным, потрясающим, совершенно уникальным грузом этой дружбы. И он не писал стихов, и он не мог так, может быть, как ему хотелось поработать в театре. Его мало снимали в кино. И вот все, что в нем оставалось, оно не находило выхода. Оно бы, может быть, и вылилось на какого-то другого человека. Если не в творчество, то на человека. И не было такого человека, который бы мог заменить Володю. Сразу же после окончания школы-студии МХАТ Севолод Абдулов был принят в труппу театра МХАТ имени Чехова. Там актер и проработал почти 30 лет. Много играл на сцене вместе с легендарными артистами Грибовым, Яншиным. Сейчас часто говорят, что Абдулов был актером театра на Таганке. На самом деле в жизни Севы был эпизод, связанный с театром Юрия Любимова и его друга Владимира Высоцкого. Вот ему показалось, что как-то Сева достоин большего, что Сева должен... и не только Сева, тогда еще один однокурсник отцовский, он тоже пробовал его в театре на Таганке устроить Джора и Пифарцева. Вот. Больше того, я уже где-то почти в середине 70-х, я очень хорошо помню, что был спектакль «Павшие живые», в котором Сева играл. Но он... и это был эпизод. Я потом спрашивал у многих актеров, они говорят, нет, он был там всего сезон, и потом уже в 70-е он уже не играл. То есть это был то ли выезд, то ли он кого-то заменял, то ли что-то. Вот. Но он не задержался в Таганском театре. Но всю свою жизнь Абдулов, как истинный мхатовец, оставался верен художественному театру и не покидал его даже в трудные времена. В старом доефремовском мхате Абдулов был на виду, много играл. Но потом ушел в тень. А с 90-го года и вовсе покинул так любимый им театр. Сева, как сказать, он не был неудачником. Вот. У него была непростая жизнь, и, скажем, там, с Ефремовым у него не сложились вот так отношения. Он не был любимым ефремовским актером. В кино же все Влада Абдулова снимали нечасто, хотя начал сниматься он еще в середине 60-х. И в кино тоже вот как-то его помнят по, там, каким-то вот, ну, там, скажем, вот яркий эпизод вместо встречи изменить нельзя. Но он, я бы не сказал, что он намного меньше, чем отец мой снимался. Он очень часто отказывался от работы в кино из-за театра, из-за занятости в театре. Даже вот мелкими ролями вот он был занят, но он не мог. Он отказывался. И в результате как-то к этому привыкли, что вот Сева Абдулов играет в театре. В кино, в общем, для кино у него практически не остается времени. На его счету работа в таких картинах, как политический памфлет Павла Любимова «Гол в спаские ворота» и приключенческая лента Владимира Вайнштока «Вооруженный очень опасен». Поехали со мной, Генри. Будем вместе искать золото. У нас гораздо спокойнее, чем в вашем городе. Нет, Гавриэль, я останусь здесь. Вы ищите свое богатство, а я буду искать истину. Все равно буду искать. Актер много снимался у Станислава Говорухина в таких картинах, как «Контрабанда» и в знаменитом фильме «Приключения Тома Сойера» и «Геккельбери Фина». Тома Сойер! Подойдите-ка сюда. Ну, сэр, а сегодня почему вы изволили опоздать, а? Абдулов снялся в легендарном телесериале «Место встречи изменить нельзя». Я парковку за дверь. Верка, открой! Что это, Верочка? Ты сегодня какая-то грустная. Здравствуйте. Придюйте документы, товарищ. Документы? Это можно. Документы, граждане, в порядке. На пол! На пол! Но в последние годы Всеволод Осипович был больше занят работой на радио. Последние годы Всеволод Абдулов был чаще за экраном, чем на экране. Но работал так же вдохновенно, добросовестно, как и в пору, когда снимался в кино или работал в театре. Много озвучивал зарубежные фильмы. Среди них есть и знаменитая картина «Властелин колец». Он не говорил, когда ему совсем было плохо. Он молчал. Я думаю, что не ошибусь. Я, конечно, не присутствовала с ним во все минуты его жизни. Но я думаю, что или я совсем не ошибусь, или не сильно ошибусь, если скажу, что он никогда в жизни ничего, ни у кого не попросил для себя. Всеволод Осипович не придавал особого значения рациону своего питания. Очень часто ел в сухомятку. Отсюда и болезнь кишечника, которая в итоге и подвела черту под жизнью артиста. Все чаще он жаловался на боли в животе. 25 июля 2002 года Всеволод Абдулов был на кладбище. Он каждый год, начиная с 1980-го, приходил на могилу своего лучшего друга Владимира Высоцкого. В этот день он чувствовал себя не очень хорошо. На кладбище ему плохо, и актера увезли в больницу. А еще через три дня его не стало. Болезнь кишечника обострилась до такой степени, что помочь Всеволоду Осиповичу уже было нельзя. До сих пор, как его нет, мне удалось все-таки отметить все его дни рождения. Я как-то день смерти, я не то что не отмечаю, я просто даже не понимаю его. А вот дни рождения, я думаю, что я буду отмечать их, но пока жива. Ну а дальше, я думаю, будет отмечать Севина-внучка, моя дочка, и Севина-правнук, мой внук, который родился буквально за день до того, как Сева не стал. И он уже просто знал, что он должен родиться, но он об этом уже не узнал. В кино актер был всегда разным. Захватывающим героем или трусом-предателем. Он виртуозно владел своим голосом. А в жизни Всеволод Абдулов был молчалив и скрытен. Считал, что сам не представляет особого интереса для прессы. И что не понимает многих своих коллег-актеров, которые работают лицом. Своей дружбой с самим Владимиром Высоцким никогда не кичился. Тут очень важно, что он не был каким-то таким дополнением, таким, знаете, вот, бедным родственником, которому с барского стола что-то кидали. Они были на равных с отцом. Мне кажется, для него просто остановилось время, когда умер Володя Высоцкий. Он иногда совершенно так садился и просто выключался из реальности. Он садился и застывал взгляд. Просто застывал. И было видно, что он не здесь. И вдруг после такой небольшой паузы он мне говорит, ты знаешь, как-то вот, после того, как умер Володя, мне как-то жить нечем. Меня тоже не стало 25 июля 1980 года, говорил Всеволод Абдулов. Тошно жить. Еще когда был жив Высоцкий, Сева Абдулов поклялся, что переживет друга на три дня. Так и случилось. Только спустя 22 года. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok